У нас тут прецедент такой душераздирающий имеет место быть, я сейчас с тобой поделюсь. Недавно наш канал чудный BTV снимал встречу украинских стартаперов. Это кто такие? Это интернет-предприниматели, то есть люди, которые создают новые сайты и ресурсы для сети интернет. Речь невероятно американизирована, еще естественно, потому что деньги в украинском стартапе, программисты, все оно пришло оттуда и это естественно, вместе с профессиональным языком. Когда человек говорит, я сейчас процитирую, что, например, продакт-менеджер это человек, который импрувит фандрайзинг. Понятно, что не понимаю его я, его не понимают даже те, кто сидят в зале и кричат, что это. А в зале у нас кто был? Тоже стартаперы, это встреча украинских стартаперов. Как ты относишься к тому, что происходит с языком, к вот этому пресловутому албанскому интернетному язву, который портит грамотность людей? А давай не ссыпать весь мусор в один пакет? Давай. Совершенно нормально, чтобы у людей определенной профессии, определенного риторического сообщества было принято говорить как-то между собой вот так вот и не обязательно, чтобы все остальные люди это понимают. Если сайты строителем, хочется как-то придвинуться к своим клиентам, нужно все-таки разговаривать на клиентском языке. Да. Ну потому что еще Дейл Карнегель сообщал, что любовь к Микки со сливками не есть гарантия хорошей рыбалки. Да, рыбе надо червяка. Да. А албанский? Вы что албанский? Мы албанский. Ну слэм. Это как-то пишет язык? Ну я считаю, да. Существу надо обязать говорить по правилам. Когда-то я этот вопрос задавала прекрасному Петру Вайле о том, что интернет, но я за это уже сужу, что ты потом лезешь в интернет, читаешь там безграмотные тексты, а читают они только я, а еще там школьники, например, потом так же само пишут. А он сказал, почему вас это пугает, это нормальное развитие языка, что-то отсеется, а что-то останется. То, что останется, значит так оно и должно быть. Что был некий исследователь в 19 веке языковой, который противился засилию англицизмов, и предлагал переименовать галоши в макроступы, аэродромы и то еще, что-то такое. Не прижилось, хотя слова красивые. Вот не нам решать, а языку решать, что в нем приживет. Ну у него, да, у него свои механизмы развития и... Маша, а давай погадаем кофейные гущи на будущее русского языка. О, давай, тогда у нас сейчас есть еще одна тема для разговора, я накрою вот такую чашечку, чтобы не выветрилось так, что думай хорошо, думай о будущем русского языка, давай будем думать. Подумали. Все. Я знаю, что вы в студии «Дарли по тексту» еще и вокалом занимаетесь, и еще там гучей всякого яркого... Расскажу тебе не только литературой. Не только литературой. Не только литературой. Есть возможность в студии «Дарли по тексту» обучиться уровню того, как быть журналистом, и того, как совладать с каким-то текстом и, может быть, считать себя писателем. Для этого есть две разные программы. Для журналистов программа по всем статьям, для писателей программа, как это пишется. Поскольку среди наших, потенциально пользоваться именно писательской программы, немало таких людей, которые говорят, а вот у меня тут такая жизненная ситуация, вот я чувствую, что пока я ее не напишу, она меня не отпустит. Я понимаю, что на самом деле идет запрос не на «Как научиться писать лучше», а запрос на «Давайте поработаем какие-то психологические сложности». Специально для этого такая волшебная вещь, она называется «Выпишись в люди». Эта волшебная вещь представляет собой какое-то количество семинаров, курсов, встреч, направленных на то, чтобы человек, занимаясь вот именно какой-то вербальной деятельностью, как вот там арт-терапией, музыкальной терапией, проработал действительно через словечки какие-то свои внутренние глядицы, стабилизировал эмоциональный фон, выработал какую-то стратегию, как ему жить дальше. Это все со словесной деятельностью связано очень тесно, можете мне проверить. Значит, есть вот эта вот вещь для... для всех болезных, как мы говорим. Для всех болезных. То есть вот болезные, пожалуйста, не идите в писатели, не идите в журналисты, в нашей студии далее по тексту, для вас есть совершенно другая тусовка, называется «Выпишись в люди». И там есть вот такая вот вещь. Еще этим же словом «Выпишись в люди» мы называем очень интенсивную психологическую работу, вот такой вот длины телега на три месяца, да, которая очень хорошо помогает людям творческих профессий, например, каким-то выгоревшим или попавшим в ситуацию творческого кризиса, или людям, которые чувствуют себе творческий потенциал, но еще раньше им не пользовались, и очень этого как бы боятся, стесняются, не знают, чего и попробуют. Вот. В студии есть, у нас на сайте тоже написана программа, она называется «Волоспро». Как звучать хорошо, как звучать красиво, как, ну, просто звучать с удовольствием, с удовольствием для самого себя и с удовольствием для слушателей. Вроде так. Угу. Надеюсь, то же самое нам и кофе подскажет. Ну что, Маша, переворачивай. Ну, давай посмотрим по русскому языку, да? Я буду переворачивать. Да, да, ты как бывший, так сказать, специалист. Получается, что я как бы угадаю сама себе. Ну, ничего, мы русскому языку говорим. Да, мы правила помним. Так себе. Теперь от себя. Ой. Э! Ну, ладно. А теперь что должно быть? Ну, она довольно густая. Я думаю, там ничего ёрзать не будем. Сейчас откроем, посмотрим. О! Что-то получилось. Что-то получилось у разных всех сторон. А почему гадают? По этому? Или по… Вот там, то, что в чашке. Значит, дорогу в эту сторону – это всё, что было. Видишь, как у русского языка много всего тут было. Красиво, интересно. Это то, что будет. У меня, конечно, нравится. Такая беловатая маленькая струя. Такая вот пимпочка такая, да. Такой бугорочек. В этом бугорочке много таких вот беленьких пустошей. Ты предпочитаешь, что смотри, чёрные фигурки на белом фоне или белые фигурки на чёрном фоне? Белые на чёрном. Белые на чёрном. Так. Вот не видится ли тебе там в белых фигурках что-то? А. Мы забыли важную процедуру. Взять и вот так вот мизинцем вот так вот сковырнуть. Как? Покрути на донышке. На донышке. Просто как сковыриваться. Ага. Получилась вот такая фигура. Витиеватая. Витиеватая, но светлая в будущем русского языка получилась. То ли похоже на взлетающий космический корабль, то ли на падающие кометы. Не, мне нравится, нравится. На этой мажорной гуще, мне кажется, можно, к сожалению, расстаться с Машей. Если бы у нас был глянцевый телеканал, то мне нужно было бы собрать весь пафос в кулак и призвать вас, дорогая аудитория, к грамотности, к чтению книг, студию далее по тексту. Я просто пока позову вас на BookChangeParty. Даже просто потому, что там можно пообщаться с Машей Горбачёвой. Приходите.